Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN и на ваших экранах новая рулетка, которой сегодня, 26 сентября 2023 года, разработчики нас порадовали. Ну, насколько порадовали? Настолько, насколько каждый из вас готов ее крутить. Что касается содержимого, ну, реально, самое классное здесь, это, понятное дело, сама машина. На втором месте ее легендарный внешний вид. И, согласитесь, тачка смотрится просто имбово. Мне лично заходит на все, наверное, даже не 100, а на все 200. Обожаю такие внешние виды машин. Что касается третьей вкусности, так это обвес. Огнегарпун. Все, ребят, больше здесь ничего интересного по большому счету нет. И если мы обратимся с вами к количеству ходов, которые можно сделать в этой рулетке и просуммируем полностью все, то вы узнаете о том, что за 11 прокрутов вам нужно будет отдать целых 18,705. 18,700 золота за то, чтобы покрутить эту рулетку. Если вы не будете крутить ее полностью и вам повезет достать машину, допустим, на девятом включительном прокруте, то тогда вам машина и ряд вкусняшек, которые вы отсюда заберете, хотя особо вкусными их не назовешь, вы заплатите всего лишь 11,205. Ну, тогда уже еще хоть как-то, потому что сама машина действительно стоит своих, там, не знаю, тысяч восемь, восемь с половиной легко. Ну, а если все-таки говорить о полной стоимости данной рулетки, то я не вижу, за что здесь отдавать 18,705. Потому что, по большому счету, вы видите здесь четыре ячейки с серебром, которые мы и так можем нафармить. Есть бустеры, но все-таки не настолько круто, чтобы за них платить голдой. 2000 свободного опыта, так честно говоря, это смехотворно, сколько бы не попросили за эти 2000 свободки. Ну и, в принципе, все. А, нет, забыл, есть еще вот этот маниакально-депрессивный петух, которого то ли током шарашит, то ли молния в задницу ему прилетела. Короче говоря, вот и вся рулетка, вот все, что сюда положили. Сам Бизонте мы однозначно заценим, ребят, перейдем на пресс-аккаунт и покатаем его, посмотрим, что за машина, обсудим. Ну и придем к выводу, стоит ли вообще крутить данную рулетку ради вот этой вот машины. Я сейчас не на своем основном аккаунте, там у меня буквально 10 или 11 тысяч голды. И, к сожалению, я слишком нищеброден для того, чтобы прокручивать эту рулетку полностью. Ну а потратить несколько тысяч золота ради того, чтобы собрать вот это вот на основном аккаунте. Ну, ребят, я к этому морально-психологически не готов. Поэтому зашел на один из своих твинков, здесь запас золота у меня побольше. Ну и давайте попробуем покрутить несколько раз, чисто ради интереса посмотреть, а вдруг, действительно, хотя бы на твинке мне эта машина выпадет за несколько прокрутов. Итак, крутим рулетку, на 30 голды выпадает 50 серебром. Не отдал бы, серьезно, вот если бы мне предложили за 30-ку золота купить себе 50 тысяч серебра, то я бы лучше заехал на какой-нибудь фармящей машине типа Левчика и вполне спокойно за бой, максимум за 2, эту сумму и так завез бы себе. Пожалуйста, Петухов Жареный вылетает мне за 75 голды. Я бы его даже за 75 серебром не брал бы. Ну, не нравится он мне, вообще не понимаю, честно говоря, данный аватар. Третий прокрут, ребят. С третьего прокрута нам падает 2000 свободки. Опять-таки, я бы не отдавал свою голду за 2000 свободного опыта, лучше его пофармить с какими-нибудь бустерами из каких-нибудь контейнеров и так далее. В общем, точно то, что выпадало пока, я не готов был бы покупать реально за золото. Бустеры боевого опыта, ну, тоже, ребят, не могу сказать, что я счастлив. Давайте еще за 1000 крутнем, чисто ради интереса. Ну, давай, Бизонты, удивите меня, удивите меня разработчики. Нет, не удивили разработчики меня абсолютно. Дальше сливаться я не готов. Я и так, в принципе, потратил довольно-таки немало. Давайте прикинем, что у нас там получилось. Косарь. Здесь косарь 100, того получается, 200 и плюс еще 2200 там с копейками. Ну, не знаю, ребят, 2200 с копейками. Напишите мне в комментариях, стоило вот это вот покупать за 2200 золота. Или все же им стоило приберечь данную голду и тысячи за 2-2,5 купить себе какую-нибудь, пускай, шестерку или семерку премиумную, но все-таки танк в ангар. Ладно, покрутить покрутили, ребят. Перепрыгиваем на пресс-аккаунт и давайте обсудим Бизонты и выкатим его в бой для того, чтобы посмотреть на что он способен. Итак, друзья, продолжаем обсуждение великолепного Бизонты. Почему говорю великолепного? Не потому, что машина сама крутая, имбовая, нагибающая, а просто потому, что внешне он действительно великолепен. Разработчики, ну, прям круто постарались, а точнее художники. Что касается разработчиков, то сейчас мы будем обсуждать ТТХ и там нам станет более понятно все. Короче говоря, внешне машина в легендарном внешнем виде смотрится просто суперски. Без легендарного внешнего вида машина, я бы сказал, не смотрится вообще. Я понимаю, что можно надеть какие-то другие камуа и что-то из этого получится, но все-таки вот так машинка симпатичная, красивая, но простенькая. В легендарном внешнем виде существенно будет покруче. Ну, а что касается обычного внешнего вида, ну, вот представьте себе, что что-то типа вот такого. Короче говоря, ничего суперинтересного не будет получаться без этого легендарного внешнего вида. И я не говорю о том, что вы должны обязательно его покупать за золото. Лучше не покупайте легендарный внешний вид, если у вас мало голды, а купите себе какой-нибудь дополнительный танк в ангар. По крайней мере, так делаю я, потому что моей золотой копилки на легендарные внешние виды реально не хватает. Хотя вот этот мне действительно заходит. Что же касается ТТХ. Ребят, если вы посмотрите на технические характеристики по орудию, то вы увидите, что это барабан с системой дозарядки на два снаряда. И здесь есть существенное время дозарядки первого снаряда. И второй снаряд, которым вы первым стреляете, он дозаряжается за 5.78. Вот если вы будете играть на 5.78, не выбрасывая последний снаряд, а будете использовать именно как цикличное орудие данную машину, то тогда ваш ДПМ будет составлять более 1463. Если же все-таки будете выбрасывать постоянно и второй снаряд в том числе, то, соответственно, ваш ДПМ будет ниже уровня плинтуса, который прям вообще не сравним ни с какими тяжелыми танками на восьмом уровне. Время сведения 4.2, довольно-таки немало, но в принципе терпимо. Что касается разброса, тоже надо заценивать непосредственно в своем бою, ровно как и время сведения, потому что все-таки цифра не всегда показывает качество. Что касается времени перезарядки между выстрелами, то если вдруг вы все-таки будете психовать и отбрасывать второй снаряд, или по случаю необходимости будете им пользоваться для того, чтобы кого-то добрать, то будьте готовы, что второй выстрел вы сделаете через 2.5 секунды. Это вполне себе нормальная цифра на восьмом уровне, отыгрывается очень даже комфортно. Что касается бронепробития, я поставил оборудование на калиброванные снаряды и получил 236. Если будете играть с вентилятором, совсем несущественно увеличивается ваша скорострельность, то есть ваше время перезарядки уменьшается, но там буквально на каких-то 0.3 секунды, которые вы в принципе даже не ощутите. А вот падение бронепробития вы ощутите однозначно. Что касается среднего урона, 310 и это действительно мало. Хотя в целом, если отыгрывать как от цикличного орудия с перезарядкой, грубо говоря, в 6 секунд, то я бы сказал, что не им будет, но в пределах разумного. Чуть лучше, чем Action X и чуть похуже, чем тот же самый Лёва. Что касается, ребят, углов вертикальной наводки, то здесь минус 8. И с учетом того, что машина, ребят, бронёй не обладает, это отдельный разговор, давайте на неё посмотрим. Здесь есть вот эти защитные экраны, которые имеют всего лишь там 15-20 миллиметров по броне. Ну и по большому счёту больше как-то от фугасов, да и для красоты. Если мы снимаем эти все экраны, то мы получаем вот такую вот оголённую машину, в которой брони в принципе нет. Поэтому то, что у вас есть ваш угол склонения в минус 8, это не более чем добавок к комфорту игры. Но я бы не сказал, что прям супер что-то решающее. Даже вот в такой вот проекции, играя где-то от башни, вы будете иметь приведёнку максимум 257. Но кого вы испугаете такой бронёй в самом крепком месте вашей лобовой части по башне? Да никого, ребят, вы угад не будете. Ну а если вы будете отворачивать башню, то будет сюда прилетать. Кстати, башня довольно-таки не маленькая, корпус здесь картонный. Короче говоря, здесь, я бы сказал, броня, ну как у среднего танка, тяжём его в отношении бронирования назвать, безусловно, очень сложно. Ну что, обсудить обсудили, давайте возьмём машину и попытаемся чего-нибудь на ней сделать в реальном бою. Поехали! Итак, поехали. Бизон-то непреклонный. Именно такое имя будет у вашей машины в случае, если вы получите легендарный камуфляж на неё. А мне почему-то кажется, что легендарный камуфляж на неё вы с этой рулетки получите гораздо быстрее, чем получите саму машину. Ну, по крайней мере, как показывает практика, именно таковые шансы на выпадение, именно такая практика у большинства игроков, которые крутят рулетки. И там как раз получается, что сначала ты забираешь всё-всё-всё-всё-всё, и потом за какие-то 2500 последнего прокрута, понятное дело, ты уже машину будешь забирать из принципа. Потому что, ну как же так, столько всего слил, и при этом всё, машину не забрал, и какие-то 2500 всё-таки отделяют тебя от неё. Ну и, понятное дело, психуешь, крутишь и забираешь сугубо принципиально. Что касается подвижности. Машина вполне себе подвижна, вполне себе нормально передвигается по карте, позволяет подъехать туда, куда необходимо. Что касается манеры игры на данной машине. Просто расценивайте данную машину как аппарат с обычным цикличным орудием с хорошим временем перезарядки. И используйте ваш второй снаряд в магазине только лишь в том случае, если вы гарантированно кого-то добираете, и в этом есть острая необходимость. Потому что, если вы разрядите свой барабан и откинете свой последний патрон, вот, допустим, сейчас я бы отбросил, я бы ушёл на перезарядку на целых 16 с копейками секунд. А это довольно-таки долгое время, которое Бизонте со своей картонностью переживает крайне сложно. Так, психуем. Сейчас попытаемся. Не успел я сделать ещё один выстрел, просто для того, чтобы донакинуть урона. Короче говоря, Бизонте далеко не самая живучая машина, и это факт. Что касается барабана, то есть безусловный позитив в этом барабане. В случае необходимости после вашего выстрела, и вдруг, если рядом с вашим танком есть ещё союзники, которые тоже отбрасывают у вашего соперника, в которого вы сделали первый выстрел, то своим вторым выстрелом, буквально через какие-то 2,5 секунды, вы можете отправить его в ангар, если он превратился в такого себе недобитка. Но, ребят, только в таких случаях, как я уже сказал, необходимо использовать этот последний снаряд в барабане. Ну, а если быть точным, то второй снаряд в барабане. Ну что, досматриваем бой, берём машину, заедем сейчас ещё раз, потому что данный бой всё-таки не является показательным для Бизонте. Итак, друзья, поражение всего лишь 920 единиц нанесённого урона, и кто-то скажет в очередной раз по поводу того, что мне необходимо показывать другие бои, но я показываю машины такими, какими они есть на самом деле. И такие бои на Бизонте вас тоже могут ждать, и мне бы хотелось, чтобы вы были к этому готовы изначально, до того, как будете сливать свои кровные, либо свою реальную живую монету из кошелька на покупку конкретно данной машины, либо на прокрутой рулетке, в которой она сейчас есть. Что касается ДПМа по данной машине в продолжении темы разговора в отношении отыгрывания от одного снаряда, то отмечу следующее. Если вы посмотрите на технические характеристики, то увидите, что, как я говорил, время перезарядки первого снаряда составляет неполных 6 секунд. Если, грубо говоря, взять 6 секунд и взять тот урон, который накидывает базовый снаряд в 310, то у вас получится за минуту ДПМ будет составлять в районе 3000. Это действительно крутой показатель. Как раз вот этот второй снаряд надо использовать как добивочный. То, о чем я говорил. Ну что, давайте запрыгиваем в следующую катку и посмотрим, на что Бизонте все-таки способен. Пока мы едем занимать соответствующую позицию, а я бы все-таки поехал на линию средних и легких танков, по одной простой причине, потому что брони у нас не особо много, и встречаться с ТТшками большого желания у меня нет, я бы хотел сказать от себя следующее. Бизонте сам по себе довольно-таки неплохой танк. Не могу сказать, что это прям совсем шлак. К нему просто надо очень долго привыкать, это первое. Второе, к нему необходимо относиться как к среднему танку. Да, пускай не сильно хорошо подвижному, но все-таки среднему танку, потому что по броне он играется именно так. Что бы я хотел сказать разработчикам? Ребят, разработчики, апните данную машину, для того, чтобы максимум игроков получало максимум удовольствия от игры на данной машине. Поднимите ему бронирование. Он достоин этого, и этого ему не хватает. Вообще, мое скромное мнение. Разработчикам необходимо было делать из этой машины средний танк, а не тяжелый. И тогда все было бы действительно круто. Два снаряда в магазине, хорошее время перезарядки, неплохой ДПМ. И да, полная картонность. Чуть меньше сделайте машину по размерам и добавьте ей немножко подвижности. И это действительно будет персик. Персик, который будут хотеть многие. И в таком случае, мне кажется, что интерес к машине был бы существенно выше. Так, ждем товарища проскакивающего. Удивительно, ФЦМа не пробил. Не знаю, куда я ему там сейчас попал, но факт остается фактом. Короче говоря, ребят. Не знаю, не знаю, советует ли вам крутить данную рулетку. Все-таки это не настолько имба, чтобы сливать 18 с копейками тысяч голды. А именно, столько обойдется прокрут всей рулетки. Но что-то интересное в этой машине, безусловно, есть. Если бы меня спросили, за какую сумму я готов был бы купить себе Бизонде в ангар в голом состоянии. То я бы сказал, что моя оценка данной машины где-то тысяч в восемь с половиной в голом состоянии. Окей, за такие деньги я готов был бы приобрести себе данный танчик. Что касается приобретения данной машины в составе какого-нибудь набора с легендарным внешним видом, то, положа руку на сердце, я бы оценил данный набор тысяч эндок в десять. Ну, правда, смотря что туда положили бы. Может, если бы положили каких-то дополнительных вкусняк, то можно было бы подтянуть ценники до 12 с половиной. Ну, а если рассматривать рулетку как большой набор, с которого вы получаете полностью все за максимальную цену, которую вы можете за это заплатить, то, согласитесь, все-таки более 18 тысяч ценник не может быть на данный набор. Особенно с учетом того, что, как я говорил, там четыре слота, в которых лежит серебро. Зачем так много? Я, честно говоря, не сильно понимаю. Так, добрали товарища, уже хорошо, продолжаем держать позиции и работать исключительно от одного снаряда. Ладно, терять нам нечего, три точки захвачено. Я думаю, что мы можем вполне спокойно попытаться пройти в какой-нибудь прорывчик. Может быть, даже сейчас кого-нибудь доберем. Вот оно, время сведения, вот оно, точность, ребят. Ну, и вот это использование второго снаряда на случай, если вдруг с одного ничего не получилось. Но, в целом, это не сильно что-то поменяло. Лезть в драку, ехать на передовую на данной машине, в прямом и переносном смысле, в смерти подобно. Поэтому, в данном бою я просто держался рядом со своими союзниками и пытался быть максимально результативным именно отстрелами. Если бы я поехал вперед, поверьте мне, мне бы очень быстро там лицо натолкли, я бы, грустный и печальный, продолжал бы с вами разговор гораздо раньше в ангаре. 1130 единиц урона. Не знаю, может я не познал полностью весь дзен данной машины, но, честно говоря, каких-то крутых результатов, сколько бы я на ней не играл, у меня накидывать не получается. Да, если посчитать на калькуляторе, то здесь крутой ДПМ, но реализовать данный ДПМ очень сложно. Мне, допустим, гораздо проще с меньшей альфой и с меньшим заявленным ДПМом реализовать крутой результат по настрелам на том же самом скорострельном экшен-иксе. Мне довольно просто и практически без печали реализовать ДПМ на акуле. На этой машине реализовать ДПМ, каким бы крутым он ни казался на первый взгляд, если работать только от одного снаряда, поверьте мне, действительно сложно и задача не из легких. Крутить, не крутить рулетку, ребят, решать исключительно вам, пишите свои комментарии по поводу увиденного и напомню еще раз тем скептикам, которые будут писать мне комментарии о том, что я рачина, играть не умею и так далее. Ребят, я умею играть, я показываю машины такими, какие они есть. Если вы хотите видеть обзоры исключительно от человека, у которого 70% побед и он даже без боекомплекта заехал в бой и все равно разнесет семерых соперников, то, наверное, вы в адресом ошиблись. Здесь показывают машины для тех игроков, которые примеряют их на себя, имея статистику в районе 45-55%. Короче говоря, обычные средние игроки. А это обычный Бизон ТЦ-45 без каких-либо прикрас. Мира вам, друзья мои. Счастливых прокрутов рулетки и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»